То есть на стрелковом метателе всегда написано, что это стрелковое метательное оружие? Оно маркируется по-другому. Там не напишено, что стрелковое метательное. Там есть его серийный номер, есть логотип производительного, сделанного в России и характеристики основных частей. Основной частью у нас является плечи. На луке это ручка, на арбалете это тоже направляющие арбалет. То есть маркировка наносит характеризующую силу натяжения на плечах. То есть если это планки раздельные, то на каждой планке. Если планка сплошная, соответственно, только в одном месте. Это можно будет посмотреть на арбалете, который у нас произведен, сертифицированный, испытан как раз как стрелковое метательное оружие. То есть стрелковое метательное оружие, оно регламентируется законом об оружии. 150 федеральный закон об оружии, он как раз классифицирует. Этот термин появился у нас два года назад. Раньше у нас в ГОСТах фигурировали луки охотничьи, охотничьи-спортивные и луки для спорта, отдыха и развлечения. Ну и там детские луки было три категории. Сейчас появилась вот эта новая категория, стрелковое метательное оружие. Под нее переделались ГОСТы. Потом у нас был такой перерыв один год, когда нужно было подтянуть постановление правительства, которое регламентирует сертификацию. Мы это постановление правительства ждали, потому что это такой большой портфель изменений, касаемых различных отраслет. То есть луки там с арбалетами на 125 месте. То есть в соответствие перевели это постановление, оно было раньше 982, сейчас номер уже не помню. Привнесли туда новую терминологию, стрелковое метательное оружие. Были прописаны на основании каких ГОСТов проводится испытание сертификация. Вот. То есть переведя в соответствие все вот эти вот постановления, законы и так дальше воедино. Сейчас на сегодняшний момент можно завозить эти луки и продавать с этими характеристиками. И организации, имеющие соответствующие лицензии на производство, именно оружие, соответственно, могут их производить. То есть, получается, сначала ввели такую категорию, как луки там для охоты, и год никто не мог просто их оформить. Их не могли сертифицировать. То есть мы сертифицировали изначально по тем нормативам постановления, которое было, это постановление. Оно не то, что утратило силу, появилась новая терминология. Чтобы эта терминология билась, скажем так, с аккредитацией сертифицирующих органов. У нас есть органы по сертификации, которые занимаются сертификацией оружия. Туда должна быть привнесена эта терминология. То есть вот где-то провал в годе, он такой был. Сейчас это несоответствие устранено, то есть вот уже с начала 2022 года мы как раз уже... Здесь получается, что вот этот твой лук охотничий, это первый в России лук зарегистрированный. Да. Круто. Ну, он был. Сейчас уже дело идет к сотне как бы зарегистрированных луков, арбалетов. Ну, процесс не близкий, но вот как бы наша задача сейчас людям дать ответы на какие-то вопросы, потому что спустя уже такое время у многих до сих пор белое поле в этом, что... А разве можно охотиться с луком, арбалетом? Конечно, можно, даже нужно. Да. Более того, у нас даже в комментариях писали, что человек хотел с этим затачиться, пошел в соответствующие органы, а там сказали, а мы вообще не в курсе, как с этим работать и что с этим делать. Вот. Ну, беда в том, что у всех нет... Они не разделяют по категориям. То есть у нас сейчас появилось две основные категории. Это конструктивно схожие с оружием изделия. С ним нельзя охотиться. Оно не является оружием. Это, конечно, всегда было. Да, она была всегда. Дополнительно появилось стрелковое метательное оружие. Определенных характеристик, которые я уже озвучил только сейчас. Это оружие имеет определенный статус. Оно уже оружие. Соответственно, весь его оборот происходит как оружие. То есть оно может продаваться либо только в оружейных магазинах, имеющих там соответствующую лицензию, либо вы как физлицо можете его вести на себя. Ну, вы тогда сами его сертифицируете, испытываете, несете вот это вот как бы все время. Соответственно, чтобы его привезти, привезти его можно, ну, не знаю, сейчас, наверное, только из-за границы, либо у организации, которая произведет здесь, купить и оформить уже как физлицо. Но на сегодняшний день организация, которая продает официально и легально стрелковое метательное оружие, это Артемида. Не потому, что Артемида какой-то там монополист. Просто рынок настолько узкий и маленький, что, ну, остальным нет до этого как бы дела. Ну, да, это сколько надо перелопатить, понять эти законы. То есть Артемида прошла очень большой, скажем, такой тернистый путь. Есть свои там эксклюзивные наработки. Придено в соответствии и технические условия, закуплено оборудование. Персонал получил определенную квалификацию. То есть это не просто взял и сделал. Это крем-требования, это Росгвардия, которая все это контролирует. Это книги учета, это паспорта, сертификаты. Ну, это такое непростое дело. Продолжение следует...